Russian Hackers Все, что случилось, все, что хреново, и погода в Техасе, все это Russian Hackers. Вот все. Это бренд. 95-94 год, мне родители купили компьютер. Я открыл для себя, что такое порносайт. А для того, чтобы туда зайти, мне нужны были кредитные карты. И единственный вариант их достать, это украсть. Это советские математические школы. Это очень серьезное образование. Это возможность без присмотра спецслужб исследовать интернет. В этой экосистеме, как в теплице, мы росли. И условия были идеальными. Конец 90-х, начало 2000-х, все это хакерство всем было вообще наплевать. Столько проблем в стране, какие еще там хакеры, какие там взломы в какой-то там Америке. Это был совершенно новый кром. Это был сайбербанк. С ущербом в американских банках ребята дернули ярко. У нас были деньги, у нас был фан. Мы тусовались постоянно во фланге. Мы понтовались. У нас были какие-то дорогие машины, какие-то нереальные квартиры, там еще что-то. Мы думали, что это будет длиться вечно. Никто же в тюрьму сам не собирался. Тебе грозит 56 лет, не сядешь на 56 лет. Спускаемся на парковку, и там, ну, я не знаю, вся полиция штата и плюс из Калифорнии сейчас приехали. Потом я вышел под залог. Через сутки меня в стране уже не было. Капецагент один охотился за мной больше 4-х лет. Руслал подарки, приглашал, оплачивал там все. Ну, какой же русский не любит халявы. Многие, кстати, на это попали. Нужно было понять, что надо завязывать, но остановиться невозможно просто так. Русские хакеры. Начало. С 23 февраля. Только на Кинопоиске. Русские хакеры.